Дай почитать. Женщина мира, у которых до сих пор не было истории. Нам она известна как автор женских исторических романов «Возвращение в Эдем», «Гвеневра, королева страны лета», «Я, Елизавета», «Рыцарь священного озера». Особое место в ее писательстве занимает как раз книга, о которой мы и говорим «Кто готовил тайную вечерю», известная еще и под названием «Женская история мира». Она получила высокие отзывы и стала почти классическим текстом, который был переведен более чем на 40 языков мира. Это непростой и захватывающий рассказ о женщинах, сформировавших цивилизацию своим трудом, мудростью и любовью. Автор выступила против убеждения, что мужчины доминируют в истории. Конечно, ведь они сами ее и пишут, поэтому мы знаем о том, как много было героев и почти не было героинь. Это именно история женщин, а не феминизма. Тем не менее, в «Кто готовил тайную вечерю» не найти традиционную для историков беспристрастность. Автор убеждена, что женщины – самые угнетенные, страдающие, несправедливо обойденные большинство в мировой истории. Женщины заслуживают собственной правдивой истории. К сожалению, все исторические достижения выглядят чисто мужскими, поэтому некоторые факты искажаются. Так Жанну Дарк сожгли не за ересь, а за то, что она носила мужскую одежду, как казнили за это и других женщин вплоть до XVIII века. А кто в наше время помнит, что круглый стол принадлежал не королю Арту, а Гвиневре? Кто знает, какую роль сыграли женщины в открытии квазаров и ДНК? Розалин Майлз убеждает, что история женщин поможет закрыть многие фактические пробелы и осветить скрытые движущие силы истории. А возможно, и ответит на важнейшую загадку нашего времени. Почему вообще женщины заняли подчиненное положение? Ведь женщина творит историю, женщина и есть история. 16+. Дай почитать.